Всем доброе утро! Я недавно проснулась. Иду со стороны, где не шумно, где поют птички. Надеюсь, вы слышите. Такая погода, классное ощущение. Знаете, будто весна приближается. Послушайте. Такая красота! На улице не холодно. Я как проснулась, мылась и сразу же решила сходить в магазин пока рано утром, потому что потом толпа будет. Всегда мне в субботу приспичит что-то купить. Влажные салфетки закончились. Нужны влажные салфетки. Была в ДМ и забыла приобрести себе скрабля тела. Представляете? Посмотрим, есть ли в Каусон скрабля тела. Мне кажется, если я не ошибаюсь, то там на данный момент никакого скраба нет. Но посмотрю, конечно же. Похода шикарная. Тут еще больше птички поют. Красота! Я рада, что прогуливаюсь так немножко. Вот уже машина начинает ездить. Тем не менее, здесь так тихо идти. Обожаю здесь ходить. И птички поют. И свежее воздух. Природа рядом. Маску я уже надела. Потому что уже к Каусонду приближаюсь. Я вам уже говорила, что в магазин нужно одевать только медицинские маски. Теперь уже сточили, нужно их на работе надевать медицинские маски. А они мне настолько не нравятся. Так неудобно в них вообще просто. Потому что они с ворсинками и так щекочут нос. Потому что у меня обычный, этот розовенький, который я носила, он из натурального хлопка. И настолько удобнее дышать. И ничего не щекочет. И места есть достаточно. Здесь у меня постоянно маска пачкается с помадой. А с той маской не пачкалась. Ну все, я уже в Каусонде. Там мы встретимся с вами внутри. Вот стенд с влажными салфетками. Стою, выбираю. Думаю, вот этот взять. Мне так понравилось использовать салфетки с 99% водой. Что я постоянно обращаю внимание на такой состав. От Бивола. Евро шестьдесят пять стоит за только одну упаковку. Почему евро шестьдесят пять говорю? Потому что смотрите. За четыре упаковки от Хип 3 евро сорок пять всего лишь. А здесь один шестьдесят пять за одну упаковку. Ну и хочу вот этот все-таки взять. Хип мне тоже нравится, кстати. А, вот у них есть. А, смотрите. Наверное, вот этот лучше купить. То, что это три сорок пять. Девяносто девять процентов воды. Возьму вот этот вот. Раньше у них не было таких салфеток. Так точно это буду брать. Так невыгодно получается. Евро шестьдесят пять за одну упаковку. А сколько штук здесь? Здесь восемьдесят в одной упаковке. А здесь пятьдесят два. В принципе... Ну, почти так же и получается, да? Возьму, наверное, вот эту вот лучше. Большую упаковку. Все же. Вот на зоне с гелями для душа. Обычно скрабы тоже у нас здесь продаются. Но вроде скрабов я не вижу. Может, сверху что есть? Все душ-гель написано. Раньше даф хотя бы продавался, скраб для тела. И дафа нет. Только гелий для душа. Так. Может, здесь что есть? Нет, здесь жидкие мыла. Пенные. Нет. К сожалению, скраба для тела нет. Как жаль. Как жаль. Смотрите, сколько у нас тут веледо стоит гель для душа. Пять евро двадцать пять центов. А это что такое? Бодибар. Мыло. Сейчас состав посмотрим. Ну, смотрите, здесь только в конце два экстракта вижу. Больше ничего. Остальное вода там, содиум. Какие-то непонятные мне названия. Поэтому я и ищу в мылах, чтобы они содержали в себе побольше экстрактов и масел различных. Тогда они не будут сушить. Ой, а что это такое у меня? Белое. От мыла, что ли? Запах интересный, какой я понюхаю. Приятненький такой. Ну, для тела бы не стала покупать это мало. Точно бы сушила. Пойду с другой стороны посмотрю, может, там есть. Уже направляюсь назад домой и поднимаюсь сейчас в гору. Тяжело. Но из-за погоды и так птички поют вообще. Это даже не важно. на улице работает. Ну, при такой-то хорошей погоде все хотят огородом, садом заняться. Вон дед, ой, не дед, а дядя что-то делает там. Красота. Сейчас я вам покажу, что купила. Вот мой сказочный домик. который я обожаю. На краю села так расположен. Но я бы не смогла здесь жить. Потому что как бы на краю, получается, он стоит. Страшно. Я все-таки если бы была дома одна ночью не смогла бы уснуть. Страшно бы было. А вдруг кто ломится, вдруг что. Да. Ну, где-то в середине между домами нормально. Так, смотрите, что я купила. Два моих любимых продукта. Значит, решила взять вот такой вот оттенок блеска для губ от Эссенс серии Шайн Шайн Шайн. Кто меня на постоянной основе смотрит, вы знаете, что я обожаю эти блески. Они так хорошо увлажняют губы. Конечно, нестойкие, но неважно. Там каждые 20 минут можно подправить за такую-то цену. Увлажняют губы. Очень красивый блеск дает. И у них вот сейчас формула немножко другая. Написано плампинг эффект. И мне, если честно, вот эта вот версия больше нравится, потому что здесь аромат такой потрясающий, сладкий, ванильный какой-то. или выпечка какая-то. Очень приятный аромат. И также как будто бы там немножко ментола, видимо, они добавили. И такой легкий получается эффект плампинга, но не эффект плампинга, а именно легкое такое покалывание. Вот. Это первое, что я купила. Оттенок 18-й пламп называется обычный прозрачный блеск взяла, ну, чтобы поверх многих помад нанесить. Там, значит, был вот такой вот блеск, там, видите, шиммер, а есть еще прозрачный полностью, никакого шиммера. Но тот я не стала покупать, я думаю, что он бы смотрелся таким, знаете, просто гляньцем в губах, таким влажным финишем. Мне так кажется, так, чуть-чуть ветер дует, думаю, слышно. И купила, конечно же, мой любимый продукт для бровей, это гель для бровей от Essence. И оттенок взяла 02 Brownie Browse. Очень люблю тоже этот гель для бровей, сто раз слышали на моем канале. Он не фиксирует, сразу хочу сказать. Мне нравится, когда я делаю макияж без макияжа, наносить наносить этот гель для бровей, и с учет того, что там содержится внутри маленькие волосочки, у вас больше бровей становится с этим гелем. Вот в каких целях я люблю. Ну, конечно же, когда я просто карандашом крашу свои брови, так же сверху как бы фиксирую с этим гелем для бровей, ну, чтобы еще красивее смотрелось. расчесываю получается. У меня в запасах сейчас есть другой оттенок. Я думала, что он мне больше подойдет, но когда я свочи сделала, я поняла, что вот этот оттенок больше все-таки мне подходит. Хотя я тут еще не открывала и не пробовала. Возможно, и тут нормально будет. Посмотрим. Вот такие вот покупки сделала. Не смогла пройти мимо декоративки. Тем более, это те средства, которые у меня хорошо уходят, и мне не жалко их иметь в запасе. То есть мне жалко заплатить денег и чтобы этот продукт был в запасе. Вот так вот. Небольшие покупки. Еще, конечно же, купила влажные салфетки и также приобрела, знаете что? Красную смородину. Как же я давно ее не ела. Это такой мощный антиоксидант. Поэтому сейчас домой приду, помою и слопаю. Ням-ням-ням. КОНЕМ-ням. 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 Всем приветики. Сначала этого влога уже прошло, наверное, чуть больше недели, поэтому я сегодня решила заканчивать его, показав вам два корейских продукта, которые я себе купила. И первая из них наконец-то, наконец-то я себе приобрела масочку с полынью от Аймфрон. Вы знаете мою любовь к эссенции от этой марки тоже с полынью, которая в себе содержит стопроцентную просто эссенцию полыни и ничего более. Представляете? Мне настолько эта эссенция понравилась и я точно знала, что хочу маску тоже попробовать, потому что многие хвалят эту маску. И вот она ко мне приехала. Здесь, кстати, содержится 2,1% полыни, ну и куча просто различных экстрактов. Я уже один раз сделала эту маску, она имеет очень такую интересную консистенцию, гелевая, и внутри содержатся такие частички. И я думаю, что это как раз такие листья полыни. Вот смотрите, какая она прикольная. Единственное, мне тут запах не очень понравился, он такой травяной. Бывает травянистый, знаете, приятный аромат. А здесь прям какой-то для меня конкретно, для моего носа отталкивающий аромат. Вот это мне не очень, конечно, понравилось. Но я надеюсь, что привыкну. Значит, когда вы наносите эту маску, прям какое-то легкое отшелушивание происходит, но не нужно эту маску массировать, нужно наносить и ходить с ней 15-20 минут. Значит, какие ощущения? Я когда нанесла, у меня, знаете, было покалывание возле носа. Видимо, это ингредиенты как-то так реагируют. Я сначала подумала, что, возможно, мне не понравится эта маска, потому что, реально, я так испугалась, такое прям пощипывание было возле носа. Видимо, у меня там очень все такое чувствительное, что ли, не знаю. И еще такой интересный момент, как будто бы холодок дает эта маска, такой охлаждающий эффект на лице. Я не скажу, что эта маска меня прям вау, впечатлила, как маска с медом, которая там и аромат божественный, и эффект после нее такой высокой кожи, лица такая мягкая остается. Здесь пока я ничего такого не заметила. Единственное, мне действительно показалось, что у меня кожа успокоилась. Вот в зоне носа, то, что мне оказалось, что щипало носик, там все нормально было уже потом, после снятия этой маски. Ну, далее буду тестировать, посмотрим. И такого увлажнения после этой маски у меня ощущения не было. Да, нужно далее тестировать, потом уже в пустых баночках, я думаю, получше вам расскажу. И следующий продукт, который я тоже очень давно хотела попробовать, это вот такой вот тонер от L'Ange, точнее, тонер-лосьон от L'Ange. Куча просто хвалебных отзывов слышала про этот тонер. Многие говорят, что он заменяет крем. Я, конечно, не знаю, пока еще не открывала, не тестировала, но я надеюсь, что он мне тоже понравится. Мне очень интересна вот эта вот текстура, она водянистая. Знаете, чем-то напоминает рисовый тонер, который мне тоже очень нравится от I'm From. Вообще, я продукцию I'm From, мне кажется, обожаю. Это одна из моих любимых корейских марок. да, значит, этот тонер сделан на основе, знаете, такой особой технологии, которая позволяет заключить именно свойства полезных веществ крема в виде жидкой текстуры, в виде тонера. И благодаря как раз-таки этой технологии этот тонер способен работать в качестве крема для лица, вот поэтому и многие говорят, что нанесли этот тонер и ощущение, как будто вы крем наносили. я, конечно, не уверена, у меня больше сухая кожа, я думаю, что на мне так как бы не будет работать. Основной ингредиент тонера это вода на основе белого чая. Вообще, что такое белый чай? Белый чай, он добыт, как бы, можно сказать, модифицирован, наверное, из побегов зеленого чая. И за счет этого, то что они такие молодые, их не так сильно перерабатывают, поэтому все самые большие, то есть максимальное количество полезных веществ сохраняется в этом продукте. Поэтому он содержит в себе очень много аминокислот. Аминокислоты активно участвуют в образовании протеина, которые, в свою очередь, конечно же, стимулируют выработку коллагена и эластина. Так что очень такой интересный продукт с интересным составом. Ну, как бы интересный состав. Я там посмотрела, в принципе, в составе ничего особого там нет. Какое-то масло я уже забыла, как называется. И вот это особый ингредиент, вот как раз-таки вода из белого чая. И остальное все такое, знаете. Есть и неполезные какие-то, но они не вредны. Вот. Вот что я имею в виду. Обязательно попробую это средство. Конечно же, все вам буду рассказывать по мере использования. Или в пустых баночках, или снова как-нибудь покажу вам мой уход уже с новыми продуктами. И да. Думаю, на этом буду видео заканчивать. Надеюсь, вам влог понравился. Если да, как обычно, подержите меня пальчиком вверх и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Пока-пока.